Всем привет! Смотрите новый способ как быстро обновить Windows 10 до Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании. Как известно, с лицензионной Windows 10 можно бесплатно перейти на операционную систему Windows 11. Но что же делать, если ваш компьютер не может обновиться к 11 Windows? Оборудование вашего ПК не поддерживает данную операционную систему. Далее в видео мы рассмотрим, как обновить 10 до Windows 11 на неподдерживаемом компьютере и стоит ли это делать. С помощью данного способа вы с легкостью сможете выполнить обновление до версии Windows 11 23H2, но обновление придется делать вручную. Microsoft заявляет, что установка Windows 11 на устройстве, которое не соответствует минимальным требованиям к системе, не рекомендуется. Если вы решите установить Windows 11 на оборудование несоответствующим требованиям, вы должны учитывать риск возникновения проблем совместимости. Эти проблемы совместимости или другие проблемы могут привести к неисправности вашего устройства. Устройства, которые не отвечают этим требованиям к системе, больше не будут гарантированно получать обновления, включая в частности обновления для системы безопасности. В случае установки Windows 11 на устройстве, которое не соответствует минимальным требованиям, будет действовать отказ от некоторых обязательств. Компьютер может больше не получать поддержку и обновления. Гарантия производителя не распространяется на ущерб, нанесенный компьютеру из-за проблем с совместимостью. Если раньше это был TPM-модуль, который не давал установить операционную систему на старый ПК, то теперь к нему добавились неподдерживаемые процессоры. Строгие проверки совместимости Windows 11 наиболее ограничивают требования к процессору, и более старое оборудование с меньшей вероятностью их пройдет. Списки поддерживаемых процессоров можно найти на официальном сайте. Как видите, поддерживаемые процессоры начинаются с 10-й серии. Это значит, что большинство компьютеров старше 5 лет не поддерживают Windows 11. Итак, давайте разберем, как в таком случае обновить систему. Для данного способа вам не понадобятся сторонние приложения или скрипты, поэтому он является отличным вариантом для тех, кто не доверяет неофициальным инструментам или модифицированным образом системы. Для начала нужно загрузить образ Windows 11 с официального сайта. В поиске пишем «Скачать Windows 11» и переходим по первой ссылке. Далее прокручиваем страницу до раздела «Загрузка образа Windows 11». Выбираем здесь Windows 11 и жмем по кнопке «Скачать». Далее нужно выбрать язык и нажать кнопку «Подтвердить». И на следующем шаге нажмите кнопку «Скачать». В результате начнется загрузка ISO образа Windows 11 – 23H2. Для загрузки понадобится около 7 ГБ свободного места на диске. Еще образ можно загрузить с помощью приложения Media Creation Tool или воспользоваться загрузочной флешкой с Windows 11. Смонтируйте загрузочный образ или подключите загрузочный USB накопитель. У вас должен появиться смонтированный диск-проводники. Запомните его букву. Или же скопируйте содержимое диска в отдельную папку на компьютере. Для примера копируем на системный диск папку с таким именем. По завершении копирования файлов запустите командную строку от имени администратора. Далее нужно выполнить команду для запуска Setup.exe. Если это смонтированный диск, команда будет иметь такой вид. Буква диска, имя установочного файла и версия операционной системы. Если вы скопировали содержимое образа в отдельную папку, в команду нужно добавить этот путь. Как вы заметили, в конце команды указана серверная версия операционной системы. Это нужно для запуска процесса установки без проверки TPM и соответствующего процессора. Данная команда не может изменить версию вашей системы. Она только заставляет приложение установки думать, что вы пытаетесь установить серверную версию. Установка продолжится с редакцией SQ, соответствующей вашей копии Windows 10. Далее вам нужно лишь следовать инструкции на экране, чтобы завершить процесс. Принять лицензионное соглашение. Сохранить файлы и приложения. И так далее. И по завершении вы получите Windows 11 версии 23H2, работающую на неподдерживаемом оборудовании со всеми вашими файлами и предложениями, при условии, что вы выбрали вариант сохранить данные во время первоначальной настройки. Для проверки версии системы кликните по меню Пуск, Настройки, Система, Как видите, система обновилась до Windows 11, версия 23H2. Если после обновления до Windows 11 у вас возникли проблемы с работой ПК, все еще можно вернуться к Windows 10. Для этого откройте Пуск, Параметры, Система. Восстановление Эта возможность доступна только в течение 10 дней обновления, после чего файлы, необходимые для выполнения этой функции, будут удалены, чтобы освободить место на диске устройства. Если в процессе установки вы потеряли важные данные, восстановить утерянные файлы вам поможет программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. И другие доступные способы установки Windows 11 на неподдерживаемом компьютере смотрите в другом нашем видео, ссылку я оставлю в описании. Итак, мы рассмотрели самые быстрые способы обновить Windows 10 до Windows 11 на неподдерживаемом компьютере. Для данного способа вам не понадобятся сторонние утилиты и скрипты, что намного упрощает этот процесс. Но вы должны понимать, что со временем операционная система может перестать выпускать обновления для неподдерживаемого оборудования, и могут возникнуть проблемы в работе системы. Это, в свою очередь, может повлечь за собой потери доступа к важным файлам. Как я уже упоминал ранее, Microsoft снимает с себя все обязательства после обновления системы на неподдерживаемом компьютере. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok